Не знаю, дорогие друзья, но что-то мне подсказывает, что я наткнулся на отличное... Да-да-па-па! Ты, вот это да, дорогие друзья! В кольце чистый вид, и прямо внутри находилась изменивательная лопаточка. Как же всё удобно, как же всё красиво! Итак, снова здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами, как всегда, я, Савельф Анатолий и наш канал. Сегодня мы поговорим об кальце для красноухих черепах. Я прикупил вот такой вот хороший витамин с кальцием. Кальций D3, зоомир, минеральный микс. Именно для красноухих черепах. Ну, конечно же, для болотных подойдёт отлично. В основном для красноухих черепах. Отличная вещь, должен вам сказать, дорогие друзья. Всем рекомендую. Я уже распаковал. Здесь у нас находится вот такой вот порошочек. Им удобно пользоваться. Есть вот такая вот лопаточка. В ней я обваливаю корм вот таким вот образом. И даю уже сам с кальцием черепах. Они его очень хорошо съедают. Вот такие вот у меня получаются частички корма с кальцием. Обваленные в кальций. Вот так они выглядят. Я в большом восторге от этой вещи, дорогие друзья. Это же кальций в чистом виде. Поэтому вот, берите очень хорошую вещь. Итак, мы начинаем. Я вам покажу самые главные полезные вещества для черепах, в которых содержится кальций. Самое первое и, пожалуй, самое главное средство для восполнения кальция и для его комфортного усвоения. Это, конечно же, УФ-лампа. Без УФ-лампы ваша черепашка легко может заболеть различными панцирными грибками, рахитом и последующими болезнями, которые у нее могут появиться. Обязательно доступ должен быть к суше и обязательно над сушей должны быть лампа накаливания и УФ-лампа. УФ-лампа именно для кальция, для его комфортного усвоения, для комфортного формирования панциря, для корректных изменений его последующих. Чтобы панцирь был отлично сформирован, чтобы никакой он не был пораженный, чтобы все с ним было нормально, чтобы развитие шло удовлетворенно. Поэтому УФ-лампа обязательно. Подойдет даже самая обыкновенная УФ-лампа дневная, которая встроена в каждой крышке аквариума. Так что не заморачивайтесь. Итак, дорогие друзья, мел. Многие еще рекомендуют давать сепию панцирь-каракайцы. Я тоже поддерживаю. Но это тоже очень эффективные средства. У кого есть возможности и средства, и если у кого продается в магазинах сепия, то покупайте и давайте. Итак, даем природный мел и покупной мел специально для рептилий. Вот как он хорошо идет в ход. Вот у нас непосредственно покупной мел. Вот зоомир тортила, минеральный блок. Кальций и витамин D3. И непосредственно природный мел, который я вообще рекомендую всегда. Он лучше всего, подходит лучше всех. Вот в нем настоящие кальций. И вот так вот хорошо они его непосредственно даже вот хватают. Вот видите, дорогие друзья? Даже хватает. Так, сейчас накручиваем. Так вот мы отломили часть. Оп. Во. Хорошо берут. Я уже смело приучил. Они едят довольно-таки отлично. Давайте кинем. Зато вода стала мутноватой. Вот, дорогие друзья, кормите мелом красноухих черепах. И у вашей черепашки никогда не будет недостатка кальция. И так дальше у нас идут яйца. Перепелиные и куриные яйца. Подойдет любая шкорлупа из этих двух вариантов. Очень полезно и очень богато кальцием. Вот как выглядят перепелиные яйца. Речный мой способ. Сейчас мы их сварим без всякой соли, без всего. Просто сварим, очистим. Итак, наварили мы яиц и перепелиных, и куриных. Вообще рекомендуют куриные. Ну, потому что рекомендаторы не пробовали этим средством делать, например, с перепелиных. Почему я выбрал такую комбинацию? Потому что с перепелиных это именно мой способ. В них также очень много витаминов в шкорлупе, как и непосредственно в куриных яйцах. Сейчас мы очистим шкорлупу и будем крошить черепашку. Я начистил шкорлупы. Этой будет достаточно. Теперь ее требуется хорошо просушить, чтобы все было сухо. Вот. А пока она влажная, можно некоторые мелкие частички дать большим черепахам. Они их будут очень хорошо переваривать. А вот мелким черепашкам требуется все это перекрутить, перетереть, чтобы был порошок. Ну, и также самые меленькие части, они могут сами сухо. Вот так вот наша шкорлупа. Мягкие частички, более крупные, можно давать взрослым красноучным черепахам, что мы сейчас и сделаем. И так шкорлупа хорошо просохла. Сейчас мы ее будем мять, перетирать непосредственно в пыль. Если вы захотите сделать как я, старым, так сказать, дедовским способом, то процеживайте и перетирайте через сито. Ну, так в моем случае легче. Вот, дорогие друзья, получилась прекрасная вещь. Я перетер, извлек из шкорлупы яичной кальций в чистом виде. Вот я высыпал ее вот в такую емкость, чтобы через нее мелкие частички цыдить. Ее также можно сыпать и непосредственно в воду, чтобы черепашки ее хватали. И пили вместе с этим воду. Также можно обмакивать в нем корм и все полезные вещества. Можно также вводить с водой, когда инъекции вы делаете, когда черепашка не кушает, перемолвную шкорлупу. В общем, это очень эффективное средство для восполнения кальция. Очень хорошее, дорогие друзья. Используйте все эти методы, которые я посоветовал в этом ролике. И ваша черепашка всегда будет с отличным панцирем. Всегда у нее будет достаток кальция. И всегда она будет здорова. Если вы будете использовать такое вот питание. Чтобы кальций присутствовал всегда. Итак, дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшой раствор нашим новеньким черепашкам. У которых явно есть недостаток кальция. Вот мягенький панцирь. Есть, конечно же, и грибки. Сейчас мы сделаем растворчик. Наливаем чуть-чуть тепленькой водички. Берем шприц. И растворяем в воде наш минеральный микс. Можем немножечко покрошить природного мела. Это лично моя инициатива. Так будет полезно. Природный мела это всегда. Ну что ж. Теперь набираем через шприц. Дорогие друзья, я никогда не рекомендую вкалывать куда-либо черепашкам какие-либо растворы. Я всегда за тот способ, чтобы вводить им в ротик. Так вы не рискуете ничем, не рискуете с воздухом вколоть. Вы вот так вот сделали. И пища непосредственно попала в ротик. Это даже можно делать тогда, когда черепашка болеет пневмонией или когда отказывается от пищи. Вы вкалываете через шприц. Но эти черепашки у нас маленькие, поэтому я буду вкалывать вместе с иголочкой. Потому что горлышко шприца без иголочки слишком толстое. Я не смогу попасть малышам. А именно с горлышком можно только взрослым черепахам. Вот дорогие друзья, черепашка подписчиков. Это спойлер. Надо взбить его. Самое главное, дорогие друзья, попасть шприцом между зубных пластин в щелочку. После этой процедурки черепашка должна находиться в воде, чтобы попить. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, вставьте классы и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. Если вы хотите, чтобы я показал вам новых черепашат, которых прислали подписчики, ну, новую черепашку, то ставьте класс и пишите об этом в комментариях. Пишите в комментариях хэштег новые черепашки. А также не забывайте просматривать ролики на обычные темы и смотрите побольше роликов про черепах. Будет очень много интересного.